В администрации Северского района прошло последнее в этом году еженедельное рабочее совещание. В торжественной обстановке глава района вручил диплом и нагрудный знак лауреата общественной награды Краснодарского края за благотворительность и добровольчество благотворитель Кубани Александру Лебедю. Дипломы вручили и победителям краевого конкурса в области качества сделаны на Кубани. В преддверии Дня спасателя медали получили сотрудники районного аварийно-спасательного отряда. После рассмотрения основных вопросов планерного совещания подвели определенные итоги работы за год в наиболее важных областях жизни района и обсудили планы на будущее. Несмотря на то, что уходящий год был объективно сложным для сферы ЖКХ, проведено множество мероприятий, призванных улучшить качество жилищно-коммунальных услуг. В части водоснабжения капитально отремонтированы четыре артезианские скважины. Три из них в станице Северской, где минувшим летом возникла сложная ситуация с водоснабжением, когда из строя вышли сразу несколько скважин водозабора. Большая работа проведена по замене 5% старых водопроводных сетей в поселениях. На сегодняшний день подготовлен целый блок проектно-сметных документаций. Еще шесть скважин имеют госэкспертизу, благодаря чему их отремонтируют уже в следующем году. Четыре в Северском и по одной в Азовском и Ильском поселениях. Мы готовимся не только провести год, но и встретить новую. В станице Григорьевское, селе Львовском, по госпрограмме формирования комфортной городской среды, сделано две общественные территории. В Григорьевской разбили сквер перед местным домом культуры, здание которого совсем недавно капитально отремонтировали. Здесь новые тротуары и детские спортивные площадки. Новый сквер и в центре Львовского с детской площадкой, оборудованный современным спортивно-игровым комплексом. Одним из самых масштабных проектов уходящего года стало строительство магистрального водовода в Азовском поселении, который должен обеспечить сетевой водой жителей станицы Убинской. Водопровода здесь никогда не было, а колодцы летом и вовсе пересыхают. Большая работа проводилась по устранению замечаний Ростехнадзора, по подготовке к отопительному сезону. Практически все замечания устранены, два оставшихся находятся в стадии исполнения. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем полностью исключить эти замечания. Кроме того, ввели в эксплуатацию долгожданные модульные котельные Черноморского городского поселения – Медсанчасть и Центральная на улицах Гоголя и Дзержинского. В них установлено новое современное экономичное оборудование. Они уже обеспечивают теплом и горячей водой социальные объекты и жилые дома поселка. По текущим ремонтам районные дороги были на Бончковске, Воликов, Бондаренко. 8 марта хутор Песчаный и Кошарский отгрейдированы, отсыпаны. В целом, конечно, не нужно успокаиваться, не нужно на достигнутом. Но можно с гордостью сказать, что год сфера ЖКХ поселений район отработала достойно и будем готовить новые проекты, реализовывать их совместно. Андрей Дорошевский обратил особое внимание глав поселений на необходимость вступления в программы по ремонту дорог. Главной задачей руководитель муниципалитета назвал активизацию работы по строительству социальных объектов. В ряде населенных пунктов давно нужны новые школы и сады. В Афибском уже подготовлены участки для будущего строительства. Новый детский сад появится и стремительно разрастающимся поселке Ильский. Краткий доклад представила заместитель главы района по социальным вопросам Марина Наумейко. В этом году, уважаемые коллеги главы поселений, прежде всего и все сопредельные службы, хотела бы сказать, что мы добились снижения детской подростковой преступности. По сравнению с прошлым годом у нас есть определенные результаты. Многодетные семьи нашего района также принимали участие и перевыполнили норму по социальным контрактам. Это значит, что социальную поддержку получили многодетные семьи, которые открыли свое дело. Мы весь год активно участвовали в оказании помощи тем, кто находится сегодня на передовой. Хочу еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех и каждого, кто в этом активную работу и участие принимает. Благодаря участию в краевой программе в этом году капитально отремонтировано здание Новодмитриевского дома культуры. Получили на это около 18 миллионов рублей. Обновили все от крыши до подвальных помещений. На большинство необходимых ремонтов в следующем году могут рассчитывать и другие учреждения культуры, преимущественно в отдаленных населенных пунктах района. Подали полностью заявку на все эти виды работ, в которых мы нуждаемся. Это, конечно же, и Михайловское поселение, и ряд других, в которых нам необходимо провести определенные виды ремонтов для того, чтобы и отдаленные наши населенные пункты имели совершенно другие условия для проведения мероприятий, встреч. Проводилось оснащение детских школ искусств, ремонты в спортивных и общеобразовательных школах района на деньги как краевого, так и муниципального бюджетов. В частности, преобразилось двухэтажное здание средней школы номер 43 в станице Северской, дореволюционной постройки. На эти цели было получено более 36 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Проведена внутренняя и наружная отделка здания, оборудованы туалеты и душевые. Школа оснащена современным учебным оборудованием. Капитально отремонтировано и детское инфекционное отделение Северской центральной районной больницы, которое нуждалось в этом более 50 лет. Обновили Убинский ФАП и скоро его подключат к системе газоснабжения. В этом году проектируется ремонт здания для последующей передачи шахматной школе, которая сейчас находится в помещении кинотеатра «Ударник». В планах на следующий год ремонт в Паронопокровском ФАПе. Жители восточной части села давно просят не только обновить старенькое здание, но и решить вопрос с отоплением. Пока это дровяная печь. Северский район в этом году побил рекорд по собственным доходам, которые превысили миллиард рублей. Заместитель главы района и начальник финансового управления Ксения Леутская рассказала, что все хорошо у нас и в области инвестиций. «В первых части общих инвестиций, потому что у нас четыре наикрупнейших проекта. Два – это компания «Точно» и «ЖСовские проекты». Это самый крупный аграрный проект у нас подписан, который идет у нас сейчас, как это модно говорить, не просто импортозамещение, а импортоопережение. Это мир ягод в поселке Ильском. Это самый крупный аграрный проект за десятилетия и самый крупный аграрный проект вообще в истории района в рамках сельского хозяйства». Что же касается самой отрасли сельского хозяйства, то несмотря на погодные условия и другие сложности, год можно назвать для нее успешным. «У нас по урожайности зерновых и зернобубовых культур было 50 центнеров в гектаре. Это неплохой результат, учитывая все те моменты, которые были в этом году. По подсолнечнику у нас было 27 центнеров в гектаре, кукурузы – 45 центнеров в гектаре. Это хорошие результаты. По рису, как никогда, у нас было 82 центнеров в гектаре. Это был большущий рекорд. Это нам позволило практически победить на краевом конкурсе, но мы заняли второе место, к сожалению. В целом, по району за 2023 год было куплено 58 единиц техники на сумму 380 миллионов рублей. По данному показателю, мы находимся в десятке районов в крае. Это тоже неплохой показатель. Посеяно и убрано. Порядка полутора тысяч гектар овощей. Результаты были достойными. Это было порядка 10 тысяч тонн, что больше на 3-4 процента по показателям прошлого года. Заложены новые плодовые сады. С их учетом на сегодняшний день общая площадь садов на территории Северского района превышает 700 гектар. Предприятия занимаются не только закладкой новых садов, но и переработкой полученной продукции. Многие хозяйства, специализирующиеся на садоводстве, выпускают вкуснейшую пастилу и соки. Развитие продолжила и животноводческая сфера. Подводя итоги совещания, глава района поздравил всех с наступающими праздниками и выразил надежду на дальнейшее продолжение продуктивной работы на благо района и Кубани. Я хотел бы огромное сказать спасибо и слово благодарности нашим ресурсоснабжающим организациям, которые всегда приходят на помощь, что бы ни случилось в любой ситуации. Понятно, что сил и средств не всегда хватает, бывают чрезвычайные ситуации, но тем не менее. Также хочу поблагодарить силовой блок, полицию, действительно охрана правопорядка. Сейчас у нас праздничные, предпраздничные дни. Всем казакам огромная благодарность. Они участвуют в любых, так сказать, мероприятиях, которые у нас происходят, и чрезвычайные ситуации. Огромные слова благодарности всем за вашу работу. Уверен, что совместными усилиями то, что мы делаем, обязательно мы достигнем желаемого результата. Желаю мира, любви, благополучия ваших семьях. И пусть Господь хранит вас и ваших близких. С наступающим Новым годом и Рождеством. Всем успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова